Я рада представить нашего следующего спикера. Это социалятин Игорь Александрович, заместитель генерального директора IT-компании ВИИ-интеграции. И, конечно же, мы затронем, Игорь Александрович затронет очень важный вопрос по импортозамещению, по переходу на отечественное программное обеспечение. Я думаю, что это касается всех педагогов, и вот особенности как раз-таки Игорь Александрович и осветит в своем выступлении. Пожалуйста, Игорь Александрович. Спасибо. Здравствуйте. Хочу представить вам презентацию о необходимости перехода на отечественное программное обеспечение. Вопрос, на самом деле, очень часто затрагивается, но страх перехода, он существует, потому что годами, десятилетиями все пользовались иностранным программным обеспечением, Windows, Microsoft Office и другими аналогическими продуктами. И переход вызывает некий страх. Но в презентации я расскажу о продукте и скажу, что страха никакого не должно быть, потому что максимум, что меняется для пользователя. Это интерфейс, но не так сильно. А все основные характеристики и необходимость работы, она сохраняется. Вот слайд. Здесь некое у нас содержание. Я расскажу о нормативно-правовой базе, экосистеме российского программного обеспечения, ну и необходимости преимущества и необходимости перехода. На сегодняшний момент у нас существует ряд нормативных актов и правительства Российской Федерации, и правительства Республики о необходимости перехода. Как всем известно, Microsoft ушел из России, ну вот недавно совсем вернулся, но на самом деле обновление, скачивание продукта запрещено. Поэтому существует запрет на использование, как вы, наверное, заявили, если мы касаемся ВКС, то Zoom, Skype, он запрещен. Но есть аналогичные продукты, TrueConf, Winterra, VideoMost, они все в реестре Минкомсвязь. И вот как раз было создание единого реестра российского программного обеспечения, порядок введения этого реестра и подготовка, обоснование невозможности. То есть есть ряд продуктов, к сожалению, аналогов которых не существует, и поэтому пишут обоснование невозможности и пользуются. Ну, в частности, такие продукты, как до недавнего времени это автокад, но сейчас на рынке российского программного обеспечения существуют продукты NanoCAD и Compass, которые, на мой взгляд, ничем не уступают иностранным аналогам. Вот все вот эти нововведения ускорили рост компании отечественного программного обеспечения. Дальше по новому изменению законодательства были введены категории ограничений использования компонентов иностранного программного обеспечения и были созданы инструменты для совместимости продуктов. И это как раз очень хорошо, что у нас начала развиваться конкурентность в продуктах и IT-рынок начал расти. Сейчас я более подробно расскажу об экосистеме отечественного программного обеспечения. Я остановился на продукте Astralinux, потому что в прошлом году был аукцион, и в органах государственной власти были поставлены продукты Astralinux. Я основные затрону, это операционная система Astralinux, которая делится внутри на Орел, версия Орел, версия Воронеж, версия Смоленца. Орел это не сертифицированная версия FTCOM и ФСБ, просто рабочая операционная система. Версия Воронеж сертифицирована FTCOM и ФСБ, если у вас есть рабочие места с персональными данными, то вам необходимо приобретать Воронеж. Если же у вас есть особо секретные, ну я думаю, у вас таких рабочих мест нету, это нужно в Смоленске. Плюсы данных продуктов в том, что если у вас на рабочих местах, где обрабатываются персональные данные, используются Dallas Lock, SecretNet или другие аналоги, при покупке Смоленской Левородежа вам этот продукт уже не нужен, он уже вшит сам продукт и сертифицирован FTCOM. То есть при выполнении 152-го федерального закона, 17-го или 21-го приказа FTCOM вы можете прикладывать документы об Астрии и проверяющие органы это все принимают. Продукт Брест это виртуализация, это аналог ВМВАРИ, это я про иностранный, но помимо Бреста есть еще другие аналоги виртуализации. Но Брест, на мой взгляд, хороший продукт, который сертифицирован, который работает и выполняет те функции, которые должна выполнять в актуализации. Технологические особенности, функционал. Ну, на самом деле, все, что может Windows, может быть и Astro Linux. То есть я вот параметры написал, ключевые возможности, встроенные инструменты, но все, что есть в Windows, еще раз повторюсь, есть и в Астрии. Если Active Directory есть в Windows, то LD Pro есть в Астролинуксе и миграция, если у вас там своя большая экосистема и нужно перенести информацию по Active Directory из Windows в Астролинукс, то никаких там глобальных проблем не будет, все очень хорошо проходит. Решаемые задачи и сферы применения, ну, это любые машины, которые есть в организации. Это и рабочие места преподавателя, библиотеки, рабочие места охранников, основные IT-инфраструктуры, внутренние вшиты по информационной безопасности, как я уже говорил, все задачи исполняются. Причем, еще раз повторюсь, сертифицировано ФСБ и ФСТЭК. Вот как раз о чем я и говорил, экосистема, то есть мы говорим, что есть серверная инфраструктура, есть рабочие станции, есть планшеты, есть ноутбуки, и при необходимости сертификация и ФСТЭКа, и Минобороны, и ФСБ России. Если говорить о МВД, то в МВД есть специальная версия, которая именно Астры, которая поставляется совместно с рабочими местами. Потому что она прошла все категории ФСТЭКа, ФСБ и внутренних нормативных документов МВД России. Вот как раз про Брест я уже рассказывал, это виртуализация, которая выполняет тот функционал, который, если у вас стояла в январе до этого, или иные продукции иностранного программного обеспечения, то Брест разворачивается. При разворачивании Бреста нет никаких сложных телодвижений, чтобы система начала работать. Вот опять же, это более подробная экосистема Бреста. Вот стоит виртуальная машинка, внизу вы видите формирование базы данных. И вверху вы видите, как все расходится. То есть это, опять же, повторюсь, машины, ноутбуки, планшеты, смартфон. И все это можно будет в Брест. Соответственно, если вы пользуетесь тонкими клиентами, то без проблем все это по VDI можно подключить. Сейчас расскажу о продукте Мой офис. Как вы, наверное, знаете, вам, наверное, уже передавались бесплатные лицензии Мой офис. Если не передавались, пишите. Вам эти лицензии аналог Майкрософт офиса должны будут передаваться, так как вы подвергнуты учреждения муниципалов, муниципальных образований, поэтому они должны быть. Тот функционал, который есть в Мой офис, он полностью закрывает все потребности в учебных заведениях. Потому что обычный аналог Word, почты, внутренний, интеграция API. Тоже все существует. Если кто-то может переживать о том, что разные форматы, такой проблемы не существует. Все файлы, которые открываются Майкрософт офисом, они на 100% откроются в Мой почте. Ну и, как я и говорю, что это полностью 100% российское программное обеспечение, поддержка всех иностранных форматов и поддержка стандартов OpenDocument. Это по ГОСТу, российскому международному ГОСТу. Если нужно, вот они тут описаны, можете посмотреть. Совместная работа, то есть это создание, редактирование документов, то есть это планировщик задач, это в Мой офисе есть внутренний мессенджер, на котором вы можете общаться внутри. И если вам необходимо, вы можете создавать закрытый сегмент, чтобы без выхода в интернет, тогда проблем тоже, как бы, утечки данных не будет. И защищенное частное облако. То есть вы для себя создаете облако, где можете хранить документы, которые, которые, там, не должны быть, должны, не должны видеть те или иные, но внутри, кому есть доступ, подможно было. Опять же, экосистема Мой офис, то есть мы, как компания-интегратор, мы тоже сможем и курсы, и тестирование можем предложить, там, фалтинговые услуги, технические отражения и аутсорфинг. Еще раз повторюсь, Мой офис вам передается бесплатно. Если кто не получил, пишите в муниципалитеты свои, и они, соответственно, пишут дальше, и вам передаются лицензии бесплатно. Но я рассказал более подробно про Astralinux, но, как бы, конкуренция существует, и помимо Astralinux, есть Bazalte SPOIT, Astralinux, Rasta, Ardos, это все системы, они в реестре, минком связи, они сертифицированы стеком, ну и, соответственно, промышленный ОС, то есть и банковская сфера тоже выбирает систему из отечественного ПО, потому что это необходимо. И самое главное, одни из важных задач перехода – это информационная безопасность. Если мы знаем, что на Windows очень много вирусов пользуется антивирусом, то на Linux на сегодняшний момент очень мало вирусов, соответственно, при эксплуатации рабочих ваших машин, компьютеров, ноутбуков никаких проблем нет. Вот. И преимущества. Опять же, это Россия правообладатель, то есть завтра, если вдруг будет еще какой-то очередной кризис, компания не уйдет, и у вас все будет работать, да. Есть огромные промышленные решения, есть решения для образования, вот, и техническая поддержка. По Астролинуксу хотел остановиться, так как вы учебные заведения, у вас сразу 50% скидка от прайсов. По-моему, у Альта то же самое, у Росы тоже, то есть для всех учебных заведений 50% скидка. Вот. Ну и, соответственно, состав продуктов, это вот я тоже остановился, чтобы показать конкуренцию на рынке России. Как бы показано, что вот рабочие станции, каким образом идет лицензирование, бессрочное, срочное, какой уровень лицензирования для устройств есть. Подробно показано, я думаю, презентацию можно будет там попросить вам разослать, вы там подробно сможете посмотреть. Также есть почтовые клиенты, тоже из российского, это мой офис, который выполняет функцию, по сути, эксченджер, то есть есть аналог у Майкрософиса, есть вот CommuniGate Pro и мой офис. И то же самое, это информационная безопасность, то, что закрытый, это техподдержка на русском языке. И мой офис, и у Астролинукс техническая поддержка, помимо центральной и средней части России, находится в Хабаровске, во Владивостоке и в городе Якутске. Соответственно, в рамках часового пояса вы можете спокойно набрать, задать вопрос, вам очень оперативно ответить. Ну и, соответственно, браузеры. Это Яндекс и Спутник, которые тоже в реестре, которые можно пользоваться, они сертифицированы. И единый комплект программного обеспечения, чтобы если у вас есть инфраструктура, которую вы хотите закрыть, вот продукты представлены из реестра Минкомсвязи, которые выполняют все постановления Российской Федерации операционная система, мой офис, набор редакторов, электронная почта, опять же мой офис, CommuniGate Pro, браузеры, ну и внизу, как бы вы видите, это Касперси, доктор Веб, это, ну, Касперский доктор Веб, это гиганты мирового антивируса, Касперский продается в США, в Европе, доктор Веб это в России, ну, как же Касперский, больше азиатских странах, Казахстан, Индия, вот. Озгрыз SQL это российская база данных, это аналог SQL и Oracle. можно использовать, ну, Акронис, инфозащита, это бэкапы и так далее для серверной инфраструктуры, резервное копирование. На этом все, спасибо за внимание, и еще раз хочу сказать, что необходимость перехода, она существует, меньше, как бы, трака перехода, и мы, я думаю, выполним постановление, к 2025 году все перейдем на отечественные программы обеспечения. Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. Если будут вопросы, я думаю, что записали ваши данные, так как я думаю, что это очень актуально в сегодняшних реалиях, да, переход на наше отечественное программное обеспечение. И, конечно же, ваша информация, думаю, будет доведена до тех специалистов, которые ответственны на уровне районов, на уровне образовательных организаций за замену программного обеспечения в наших школах, да, потому что это очень важно. Я думаю, кто занимается этим непосредственно, они важно, что-то понимают, да. Среди наших команд есть участники, вот, в состав которых, возможно, этих людей нет, да, но, тем не менее, эта информация, думаю, будет доведена до заинтересованных лиц, и мы безболезненно перейдем на свое российское программное обеспечение, и, конечно же, ну, и компания Игоря Александровича в этом нам поможет. Спасибо большое. Вам спасибо за внимание.